Всем привет! Это видео о том, как создать виртуальную машину VMware Workstation, а также восстановить данные из виртуального диска виртуальной машины в случае её сбоя или если виртуальная машина утратила свою работоспособность. Чтобы создать виртуальную машину, установите и запустите VMware Workstation. Выберите «Создать виртуальную машину» на главной странице программы. Или выберите файл «Новая виртуальная машина». В открывшемся мастере «Создание виртуальной машины» выберите тип конфигурации мастера для создания машины «Обычный» или «Выборочный». Обычный более простой и рекомендуемый программой тип, который позиционируется как создание виртуальной машины за несколько шагов. «Выборочный» подойдёт для более продвинутых пользователей и предполагает установку дополнительных параметров. Выберите для начала «Обычный». Хотя опытные пользователи данной конфигурации пользуются чаще, чем второй. В большинстве случаев её вполне достаточно. Далее. В окне «Установка гостевой операционной системы» необходимо выбрать, откуда устанавливать операционную систему на создаваемую виртуальную машину. Установочный диск или файл образа. То, какой пункт выбрать, зависит от того, что у вас является установочным носителем операционной системы. Сам процесс установки ничем отличаться не будет. Также есть пункт «Я установлю операционную систему позже». Но его выбирать я не рекомендую, так как установка операционной системы на пустую виртуальную машину требует определённого опыта и навыков работы с BIOS виртуальной машины. Выбираю ISO образ. Далее. В следующем окне указываем, какая это операционная система. В нашем случае Microsoft Windows. Версия Windows 10 64-разрядная. Обратите внимание, что на виртуальную машину можно устанавливать не только Windows. Это среди прочих также может быть и Linux. Далее. Указываем имя виртуальной машины. И папку, в которую её необходимо сохранить. Далее. Устанавливаем размер диска. Размер диска может быть любым. Но желательно не менее 30 ГБ и таким, после создания которого на жёстком диске компьютера останется достаточно свободного места. Ведь в процессе работы виртуальная машина может увеличиваться. А также указываем сохранять диск в одном файле или разделить на несколько. В следующем окне мы видим все установленные параметры виртуальной машины. Если нас что-то не устраивает, то здесь также можно осуществить дополнительную настройку оборудования. Например, я вижу, что установлено недостаточно оперативной памяти 2 ГБ. Чтобы добавить, нажимаю кнопку «Настройка оборудования». Перехожу в меню «Память» в списке слева. И устанавливаю 4 ГБ. Но для того, чтобы виртуальная машина не оказалась слишком тяжёлой для вашего ПК, рекомендую устанавливать её оперативную память в размере не более 50% от доступного. Также здесь можно установить количество процессоров и ядер процессора виртуальной машины. То же, что и с оперативной памятью – не более 50% от доступного ресурса. Подключить физический диск к виртуальной машине. Настроить сеть, USB-контроллер, звуковую карту, принтер и дисплей. После осуществления всех настроек нажимаю «Закрыть». Готово. Данная виртуальная машина настроена готова к запуску. Нажимаю значок панели инструментов VMware Workstation. Запустить гостевую ОС. Виртуальная машина запускается. И начинается установка Windows с указанного нами ранее в настройках ISO образа. Установка Windows на виртуальную машину VMware Workstation ничем не отличается от чистой установки на обычный ПК или ноутбук. Поэтому детально рассматривать данный процесс я не буду. Подробное видео о том, как осуществить чистую установку Windows смотрите в другом ролике нашего канала. Ссылка на который будет в описании. После завершения установки операционной системы мы получаем еще одну виртуальную работающую операционную систему внутри операционной системы нашего компьютера. Все файлы данной Windows, как системные, так и личные файлы пользователя, сохраняются на жестком диске компьютера и по умолчанию они расположены в папке «Документы». Диск C. Users. Имя пользователя. Documents. Virtual Machines. Имя виртуальной машины. Папка виртуальной машины состоит из определенного набора файлов. VMware создает такую отдельную папку для каждой виртуальной машины и называет ее именем виртуальной машины, которая присваивается самим пользователям в процессе установки виртуальной операционной системы. Основные файлы виртуальной машины имеют такие расширения. Log. Файл журнала ключевой активности VMware Workstation. NVRAM. Файл состояния и настроек BIOS виртуальной машины. VMDK. Сам файл виртуального диска, в котором сохранено содержимое жесткого диска виртуальной машины. VMSD. Файл параметров текущего снапшота. VMX. Главный конфигурационный файл, в котором хранятся все параметры виртуальной машины. VMXF. Дополнительный конфигурационный файл. Файлы с описанными расширениями являются основными. В папке виртуальной машины могут также присутствовать и другие файлы и папки, в том числе и такие, которые отображаются только во время ее работы. Если у вас уже имеется в наличии виртуальная машина или копия какой-то виртуальной машины, то ее можно подключить к VMware Workstation. Для этого достаточно запустить VMware Workstation и выбрать файл. Открыть. Переходим в папку, в которой хранится виртуальная машина. И выбираем VMXFile. Открыть. Запускаем открытую виртуальную машину. Также, в данном видео хочу показать вам один трюк на тот случай, если по каким-то причинам ваша виртуальная машина потеряла работоспособность, а на ее дисках хранились важные файлы. А именно то, как их можно восстановить. Ведь VMware Workstation хоть и является виртуальной машиной, но на ней могут быть сохранены вполне реальные данные. Как мы уже оговаривали, все файлы, которые сохраняются на дисках виртуальной машины, располагаются в MDK в файлах виртуального диска. Программа для восстановления данных жесткого диска Hetman Partition Recovery имеет функцию монтирования виртуальных дисков и восстановления данных из них. Чтобы получить доступ к файлам виртуальной машины, запустите Hetman Partition Recovery и смонтируйте диск виртуальной машины. Если их несколько, можете смонтировать все сразу или поочередно. Чтобы смонтировать виртуальный диск с помощью Hetman Partition Recovery, нажмите кнопку «Монтировать диск» в меню быстрого доступа программы. В результате откроется окно выбора виртуального диска. Перейдите в папку с виртуальной машиной и выберите необходимый WMDK файл. Открыть. В результате в окне обнаруженных программой дисков добавится раздел «Монтированные диски» с перечнем смонтированных виртуальных дисков. В случае монтирования нескольких дисков, здесь будет отображаться их полный список. Просканируйте диск с помощью программы, кликнув на нем в менеджере дисков. В результате анализа программа отобразит дерево каталогов сканируемого диска. Найдите и восстановите необходимые файлы в удобное место уже основной операционной системы. Кстати, таким же образом можно переместить файлы из диска виртуальной машины в основную операционную систему. На этом всё. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Удачи!